Здравствуйте! Это программа 4 сезона и я ее ведущий Игорь Куробов. Какие они наши приусадебные участки? У кого-то это маленькие делянки под окном, у других целые плантации рядом с капитальными сельскими домами. Но чаще всего мы свою фантазию и свое усердие воплощаем на уже ставших легендарными шестисотках. Много это или мало? Тем, для кого работа на участке это творчество и поиск шестисоток всегда не хватает. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наша сегодняшняя программа как раз об этом. В ней мы расскажем о некоторых традиционных и некоторых новаторских способах рационально и компактно поместить растения на садовом участке. Начнем с привычных и уже получивших популярность садовых хитростей. Большую экономию пространства можно получить при помощи шпалеры. Прежде всего на шпалере очень удобно размещать огурцы. При этом огурцы не загораживают свои корни и потому их удобнее поливать и подкармливать. На шпалере они лучше освещаются солнцем и при этом больше защищены от ветра. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сначала огурцы засевают бороздкой, а затем, когда они взойдут, вверху устанавливаем шпалеру. Шпалера состоит из столбиков, связанных шнурами, на которые также можно натянуть крупноячейстую сетку. Сначала огурцы желательно укрепить на этой сетке, а потом растения начинают сами оплетать ее. Ограничений по высоте шпалеры нет. Главное, чтобы было удобно собирать урожай. Вертикальное положение для огурцов более естественно от природы, потому на шпалере они меньше болеют и дольше плодоносят. Выращивание на шпалере подходит практически для всех огородных родственников огурцов. К примеру, для кабачков и даже для тыкв. Правда, в случае с тыквой следует не забывать о весе плодов. Так что и сама шпалера должна быть крепкой. И появляющуюся зависть нужно дополнительно на ней фиксировать. Ну и все же выбирать сорта тыкв не с самыми крупными плодами. Потому что некоторые экземпляры никакая шпалера не выдержит. Большинство культур можно успешно выращивать горшочным способом. Преимуществами этого способа являются малые габариты и мобильность. То есть при необходимости растения можно перенести. Однако, если вы собираетесь выращивать растения в течение продолжительного времени, то, возможно, стоит задуматься об обустройстве грядок. Но тут возникает одна сложность. Нет возможности выращивать растения этажами, как это позволяют горшки. Так что для небольших теплиц горшки представляют идеальное решение проблемы небольшого пространства. Тот, кто любит аккуратность на участке и готов приложить усилия, может построить для выращивания тыквы специальный силосный домик. Основание домика парника можно сделать из досок. Оно представляет собой короб шириной 1,5 метра, длиной 2,5 метра и высотой 45 сантиметров. Посередине, на высоте 70 сантиметров, сделана перекладина, чтобы набрасывать на парник пленку в весеннее время. По периметру вертикально поставлены брусья высотой 2 метра, которые представляют собой подобие шпалеры. Тогда тыква будет занимать меньше места и расти, как настоящая лиана, не в ширину, а в высоту. Этот домик наполняем силосом, как обычную силосную кучу, и растим на ней тыкву, которая, как известно, очень активно развивается именно на таких богатых органикой местах. Еще несколько слов об огурцах. Выращивать их можно не только на вытянутой шпалере, но и на своеобразной круглой. Для этого семена огурцов сажают по кругу диаметром около метра. Рядом с каждым посаженным растением в землю втыкают колышек с крючком, а в центре круга – высокий, около 3 метров высотой 6. Затем от каждого крючка к вершине шеста протягиваем шнур. Получается этакий шатер, на который весной, в ожидании заморозков, можно накинуть пленку. А потом побеги огурцов поднимутся по шнуркам и сделают шатер зеленым. Есть способ выращивания культур в соломе. Этому способу почти 100 лет. Авторство принадлежит русскому ученому овощеводу Рытову. Он делал грядку, немного уплотнял почву и укладывал на ее поверхность клубни, слегка вдавливая их в землю. Сверху клубни укрываются измельченной влажной соломой слоем 15-20 сантиметров. Окучивание не требуется. Кубни успешно образовываются в слое соломы. Кстати, еще одно ноу-хаус, связанное с огурцами. Так как корневая система у этого растения небольшая, в основном поверхностная, то огурцы можно выращивать не в грунте, а в ведрах. Нижняя часть ведра заполняется дренажом из некрупных камней. Ну, примерно вот так. А верхние 30 сантиметров засыпаются перегноем с удобрениями, подобранными специально под огурцы. 30 сантиметров. Вот таким образом заполняются. Даже еще повыше. Посыпем повыше. Вот таким образом. Сюда высеваем огурцы, и можно их выращивать. Если небольшую круглую шпалеру укрепить на само ведро, то вы можете даже создать мобильную грядку, которую при желании можно переместить на любое место садового участка. Правда, ума не приложу, зачем вам это может понадобиться. Также на шпалере можно выращивать фасоль и другие бобовые, виноград и даже томат. Правда, для этого нужно брать специальные высокорослые сорта. Преимущества шпалеры весьма значительные. Это компактность размещения, удобство ухода, поливка, прополка, рыхление и уборка урожая. И, наконец, лады растений находятся далеко от почвы. А ведь именно близость к ней провоцирует многие болезни или появление вредителей. Нам хочется получить как можно больше со своих шести соток. Из каждого кустика, опять же, здоровый материал. Стимуляторы, они действуют и на, как сказать, на иммунитет растений, то есть препятствуют проникновению патогенов в растениях. Стимуляторы роста тоже подразделяются, которые в основном действуют на развитие корневой системы, на развитие листовой пластины. То есть их тоже, смотря в какой период в вегетации, необходимо нарастание корневой системы или нарастание вегетативной массы. Есть, конечно. Но вот в народе, значит, что используются? Гуматы очень хорошие. Гуматы цирконы, пин, этамоны, вот эти все препараты, завязи. То есть, в принципе, они неплохие препараты для растений. Ну, так вот, если по старинке, как раньше, значит, не было же ничего. Это сейчас наука шагает вперед, придумывается, делают экстракты из растений, там, вытяжки какие-то, какие-то. Вот. А раньше что делали? Замачивали растения, там, траву, крапиву в бочке настаивали, или коровяк, или куриный помет. И всем вот этим вот поливали. То есть, все равно основа идет из, опять же, из этой земли. То есть, все эти стимуляторы, они более усовершенствованы, скажем так, чем вот это вот народные такие средства. Выращивают на шпалере и малину. О ней стоит сказать несколько слов особо. Малинник на садовом участке обычно ассоциируется у нас с непроходимыми колючими зарослями, которые каждый год разрастаются, занимая все больше драгоценного места. Делать малинник компактным надо с самого начала его планирования. Малину лучше выращивать на шпалере. Малина не обивает ее, как огурцы, зато ее длинные и хрупкие побеги удерживаются вертикально. Сажать малину для этого надо рядами. В будущем вырезая новые ростки, которые будут нарушать этот ряд. А чтобы малина не убегала, то есть не разрасталась в сторону, то при посадке, когда вы будете рыть франшию под удобрение, по обе стороны ее нужно проложить на глубину 30 сантиметров листы шифера или жести. Если теперь вдоль грядок проложить каменные дорожки, то мы получим красивую и компактную малинную плантацию, которую нетрудно будет сохранять в порядке ближайшие 10 лет. Компактными нетрудно сделать и другие многолетние садовые ягоды, смородину и крыжовник. Для этого их нужно выращивать не традиционными кустами, а в форме небольшого деревца. Такие деревца называются кордонами. Если упрощенно, для этого из всех побегов оставляется один и выращивается в виде небольшого стволика. В будущем культивируется только этот ствол, или точнее утолщенный побег и его боковые побеги. А все нулевые побеги, идущие с земли, обрезаются. В высоту такое деревце доводится до полутора метров, метра восьмидесяти. Такие растения более компактные, за ними легко ухаживают. И, наконец, они просто очень красивые. Хотя даже самые горячие сторонники кордонного способа выращивания отмечают, что он очень трудоемкий. Но, с другой стороны, мы же не ищем легких путей. Легкий путь – пойти и купить все в супермаркете. Но этот путь не для нас. В последнее время садоводы обратили внимание на необычный способ выращивания овощей в перевернутом виде. У вас большой огород, где много места, и вы думаете, что такой способ не для вас? Вы ошибаетесь. Горшки, развешанные на подходящей высоте, сберегут вашу спину от радикулита. А уж как удивятся гости участка, и сколько радости это принесет ребятишкам. Вдобавок ко всему, овощи и цветы, посаженные таким необычным способом, могут стать украшением забора и оживить участок стены. Еще одна культура, рост которой легко направить вверх – это клубника. Сэкономить пространство на клубнике можно двумя способами. Первый – построить деревянную горку. Эта конструкция больше всего напоминает несколько детских песочниц разного размера, поставленных одну на другую. Сначала устанавливается нижний короб, самый большой. На него следующий поменьше. И так в несколько ярусов. На образовавшиеся земляные грядки высаживается клубника. При этом мы получаем сразу несколько преимуществ. В деревянной горке мы образуем максимально подходящую клубнике почву, экономим пространство за счет междурядей, и, наконец, получаем возможность легко обрабатывать посадки. Но еще более экономичным является строительство горки из автомобильных покрышек. Ее делают двумя способами. При первом берутся покрышки разного диаметра, снизу, ну, допустим, от трактора, сверху – вплоть до мопеда. Клубнику сажают в отверстия, прорезанные в верхних боковых скатах покрышки. При этом решается еще две проблемы – нет сорняков, им просто негде расти. А еще завязи и зрелые ягоды клубники вообще не касаются почвы, что намного повышает их качество. Второй способ – самый радикальный. Покрышки берутся одного диаметра. Сначала устанавливайте нижнюю покрышку. Заполняйте ее почвенной смесью. Полностью заполняем обязательно вот сюда, там, где у нас будут расти. Боковые должны быть заполнены абсолютно полностью. Почвенной смесью удобной для нашей клубники. Насыпаем там, где у нас будет корневая система, чтобы она очень хорошо питалась. Засыпаем. Вот таким образом засыпаем. Засыпаем ее полностью. Вот таким образом заполняем обязательно вот эти вот пазухи, потому что вся корневая система у нас будет по окружности нашей грядки, так называемой, из этих самых покрышек. Засыпаем и хорошенько уплотняем здесь. Уплотняем. Далее. Приблизительно под углом 45 градусов. То есть вот в этих местах, я нарисую вам пока мелом, вот вырезаем вот такие отверстия. Для чего это нужно? Чтобы верхняя покрышка не мешала растению расти. Вот таким образом готовим место для наших ростков. Далее устанавливается следующее. На нее следующее. И так до уровня, на котором за клубникой будет по-прежнему удобно ухаживать. Еще один вариант выращивания клубники родом из Голландии. В этой стране вообще много усилий тратится на то, чтобы на небольшой площади уместить максимальное количество посадок. Голландские фермеры сажают клубнику в обыкновенные цветочные горшки. Каждый горшок по кустику. Хитрость в том, чтобы затем эти горшочки установить на специальные конструкции, похожие на те, которые размещают цветы на стенах помещений. Вот тогда вы получите самую настоящую вертикальную клубничную грядку. Жаль только то, что конструкцию такую, скорее всего, придется разрабатывать и сооружать самим. У нас, в отличие от Голландии, такое не производят. Подвесить можно и другие растения. Такие подвесные грядки умельцы делают из половинок пластиковых водопроводных труб. Их заполняют перегноем, вот таким образом. И подвешивают их вдоль стен или заборов. Подвешивают их вдоль стен или заборов. Кстати, такие грядки очень легко возле стены предохраняются от ветра. В них можно выращивать садовую зелень. Некоторые умельцы растят в них даже перцем. Правда, не на открытом воздухе, а внутри теплицы. Сегодня мы будем исследовать очередной образец почвы. Его нам прислали из города Ливны Орловской области. В первую очередь анализ на кислотность. В этом нам поможет ведущий агрохимик Наталья Третьяк. Пожалуйста, это вам. Кислотность почвы мы проверяем на финском приборе БЭКМЕН. Для этого мы берем нервным колпачком почву 14 грамм. 14 грамм. И заливаем калий хлориста 35 миллилитров. И проверяем на приборе БЭКМЕН. Здесь у нас электрод для ПАЖ. И результат сразу выдаётся на принтере. Ну и что у нас получилось? Вот у нас результат. Кислотность 7,01. Это нейтральная среда. При этой кислотности можно выращивать все культуры, кроме картофеля. Потому что картофель у нас выращивается, любит слабо кислую среду. Это 5,5. То есть что хочешь, то и сажаем. А ты хочешь, то только не картофель? Да, только не картофель. Следующий этап – исследование в лаборатории макроэлементов. Здесь знают всё о питательных веществах. Наш образец мы проанализируем на наличие фосфора и калия. Этим занимается начальник аналитического отдела Елена Фомкина. Здравствуйте, Елена. Это человек, который может превращать почву в жидкость. Это вам. Я так понимаю, теперь наша земля в этом лоточке. И что мы будем делать? Да. Здесь наша навеска почвы с соответствующим реактивом. Теперь мы будем её закладывать в центрифугу. В центрифуге у нас происходит отделение как бы почвы от нашего вытяжки. Ну, не вытяжки, а раствора, то есть соответствующего реактива. У нас почва осядет на дно, а вытяжка образуется. То есть будет чистая вытяжка. Это и есть та самая жидкость, с которой мы непосредственно потом будем работать. Вытяжка используется для определения состава почвы. С её помощью можно определить, сколько калия, фосфора, магния содержится в почве. Для этого специалисты закладывают её в специализированные приборы. И для определения каждого из минеральных веществ используют разные реактивы. Исследование одного образца почвы занимает почти неделю. Но это не значит, что 7 дней в лаборатории занимались только нашим образцом. Почву сюда привозят со всей страны. По результатам исследований нам выдали вот такую справку. Здесь подробно написано, какие вещества и в каком количестве содержатся в нашей почве. Получается, что в предложенном образце низкое содержание гумуса и фосфора. Это значит, что почва очень бедная, и на ней плохо растут любые растения. Такую почву нужно обязательно удобрять фосфорными удобрениями, а также навозом. Мы по-прежнему ждём в нашей программе посылки и бандероли от садоводов. Присылайте к нам в редакцию образцы почв с ваших участков. Мы расскажем вам, как правильно ухаживать за почвой и что на ней лучше сажать. Адрес указан в конце программы. Казалось бы, трудно что-то придумать в выращивании традиционных кустовых томатов. Теснее их сажать нельзя, вверх они тоже не тянутся, но рационализаторы добрались и до них. Оказывается, на грядке можно высаживать не простые томаты, а томаты с двойной корневой системой. Для этого при выращивании рассады в один горшочек сажают сразу два растения. Затем саженцы прививают друг к другу методом облактировки, то есть сближения. Для этого острым ножом или бритвой срезают кожицу с той стороны побега, в которыми они обращены друг к другу. Прижимают их друг к другу и фиксируют вместе. Некоторые рекомендуют делать это бинтом. Другие используют полиэтиленовую ленту. Главное, чтобы соединение было плотным. Потом верхушку более слабого саженца прищипывают. И двойная корневая система начинает работать на одно растение. При этом обещается почти двойная прибавка к урожаю при прежнем занимаемом пространстве. И, наконец, растение, которое, казалось бы, совершенно не подходит для выращивания на маленьком садовом участке. Речь идет о картофеле. Мы привыкли, что ради нормального урожая под картошку распахиваются целые гектары. Но есть новаторский, компактный способ выращивания картофеля. Его растят в бочке. Мы покажем вам этот способ на примере ведра. На дно высокой емкости, можно железной, пластмассовой, деревянной, плетеной, помещают слой компоста, смешанного с землей, один к одному, толщиной 10-15 см. Кладут на него несколько картофелин. Можно по кругу, можно в шахматном порядке. Засыпают таким же слоем перегноя вместе с землей. Также 10-15 см. И укладывают еще один, такое же количество картофеля, семена. И засыпаем дальше. Ну и так выше, 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 вверх, вверх, вверх. Кстати, в бочке надо заранее пробить отверстие, чтобы обеспечить вентиляцию и выход избытка влаги. За рубежом для такого способа даже продаются специальные бочки. У нас их придется делать самим. Когда всходы достигают 2-3 см, добавляют еще несколько картофелин и снова присыпают компостом с землей. И так несколько раз, пока емкость не наполнится примерно на метр высоты. Главное, не дать росткам полностью проклюнуться, то есть сформировать зеленую часть. В этом случае корневая система перестанет развиваться и до самой поверхности земли потянется в толстый стебель. Землю в емкости нужно регулярно хорошо проливать, особенно в сухую, жаркую погоду. И подкармливают настоем золы и комплексными удобрениями. Пропагандисты этого способа обещают, что в одной такой бочке можно вырастить больше мешка картофеля. Ну, а место она будет занимать, сами понимаете, немного. Субтитры создавал DimaTorzok Есть немало способов улучшить свой участок. Сделать его продуктивнее, красивее, интереснее. Одни давно проверены и пользуются заслуженной славой. К другим большинство садоводов пока относятся скептически. Многое из того, о чем мы сегодня рассказали, сами мы не пробовали. Возможно, это сделаете вы и пришлете свои отзывы о результатах. А я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok